Всем привет! Вы на канале Возьмись за ум. В данном тесте вам предстоит немного поднапрячь свой мозг, так скажем, встряхнуть его. Ведь вас ожидает 15 вопросов на логику, порой странные, трудные, а иногда даже смешные. Но все они решаемы. Главное верить в себя и свои знания, и тогда у вас все получится. Но прежде чем начать, хотела бы дать ответ на вопрос-бонус из предыдущего теста на общие знания. Итак, вопрос звучал следующим образом. Сколько красных и белых полосок на американском флаге? Всего на флаге 13 полосок. 7 красных и 6 белых полос, обозначающие 13 британских колоний, объединившихся в 1776 году в независимое государство. Красный цвет на флаге олицетворяет выносливость и доблесть. Темно-синий – усердие, справедливость и бдительность, а белый – невинность и чистоту. А число звезд на темно-синем крыже флага соответствует нынешнему числу штатов. На данный момент их ровно 50. Ну а теперь включаем логику и начинаем проходить тест. Вопрос номер 1. Если в 12 часов ночи идет дождь, то есть ли вероятность, что через 72 часа будет солнечная погода? Правильный ответ – нет. Ведь дело в том, что через 72 часа снова будет полночь. Вопрос номер 2. Мужчина зашел в хозяйственный магазин и спросил цену на один товар. Подавец ответил ему. 1 – 1 доллар, 6 – 1 доллар, 13 – 2 доллара, 188 – 3 доллара, 976 – 4 доллара. Так что же покупал мужчина? Правильный ответ – номерки на дверь. Вопрос номер 3. Человек выпрыгнул из самолета без парашюта. Он приземлился на твердый грунт, но остался невредимым. Почему? Все просто. Самолет стоял на взлетной полосе. Один человек живет на 16 этаже многоэтажного дома. Когда он спускается вниз, то всегда едет до первого этажа на лифте. Когда он поднимается один, то едет до 10 этажа на лифте, а дальше идет пешком. Если он заходит с кем-то в лифт, то поднимается на лифте до 16 этажа. В дождливую погоду он также всегда поднимается до 16 этажа на лифте. Почему он так странно себя ведет? Этот человек – лилипуд. Он не дотягивается до кнопки 16 этажа, а может достать только до 10. Когда кто-то еще заходит в лифт вместе с ним, то этот человек нажимает кнопку за него. А в дождливую погоду лилипуд пользуется зонтиком, чтобы нажать на кнопку 16 этажа. Вопрос номер 5. На посту у казармы стояли два часовых. Один смотрел вверх по дороге, чтобы видеть, не приближается ли кто-нибудь с севера, а другой вниз по дороге, чтобы видеть, не приближается ли кто-нибудь с юга. Вдруг один спросил у другого, почему ты улыбаешься? Как мог он узнать, что его товарищ улыбается? Хотя часовые смотрели в противоположные стороны, стояли они не спиной к спине, а лицами друг к другу. Вопрос номер 6. Какое слово начинается на 3 Г и заканчивается на 3 Я? Это слово тригонометрия. Седьмой вопрос. Два человека были хорошими друзьями, но не виделись несколько лет. Однажды они вдруг встретились, но при встрече не обменялись ни единым словом. Они не были ни немыми, ни глухими, и запрета на разговоры в месте их встречи не было. Почему же они и не поговорили? Эти люди были аквалангистами и встретились под водой. Вопрос номер 8. Что всегда находится на полу, но никогда не пачкается? Правильный ответ – ваша тень. Вопрос номер 9. Билл, как и все моряки, лишнего шага по суше не ступит и выходит из дома, только накопив несколько дел сразу. В одно прекрасное утро он отправился в горы с 10 долларами, а вернулся вечером, но уже с доброй сотней в кармане. За день он умудрился сделать кучу дел. Купил себе новый галстук в магазине «Матрос и Рэя». В лавке птичка в сундуке приобрел немного проса для своего любимого попугая, потом сходил к парикмахеру, а еще получил свое жалование, которое музей Китобоев переводит ему в банк. Банки в городе в это время года открыты, только по вторникам, пятницам и субботам. Парикмахерские же, наоборот, по субботам не работают, а лавка птичка в сундуке в четверг и пятницу была закрыта. Ну так в какой же день недели Билл отправился в город? Правильный ответ – вторник. Первым делом мы вычеркиваем четверг и пятницу, так как по этим дням не работает магазин «Птичка в сундуке». Далее исключаем и субботу, ведь закрыта парикмахерская. Билли, судя по всему, получил жалование, которое выдавали по вторникам, пятницам и субботам. Поскольку последние два дня исключены, остается вторник. В этот день открыты и банка, и парикмахерская, и магазин «Птичка в сундуке». Вопрос номер десять. Мэри, я вовсе не так плох, как ты обо мне думаешь. Дай мне еще один шанс вкусить твой поцелуй. Если я отниму от 29 единицу и в результате получу 30, могу я рассчитывать на него? Ник, это нечестно. Откуда ты узнал, что я обожаю хорошие головоломки? Ладно, принимаю твои условия. Что ж, каждый требует ту оплату, которая его устраивает. Загадка этого ловеласа стара, как мир, но от этого она отнюдь не утратила своей привлекательности. Попробуйте и вы ее отгадать. Лукавый ник прибегнул к римским цифрам. Если записать ими число 29, то мы можем отнять от него единицу, и в результате действительно выйдет 30. Мне кажется, его головоломка, если чего и заслуживает, то лишь поцелуя в щечку. Вопрос номер одиннадцать. У человека была книга стоимостью 40 тысяч долларов, однако он сознательно уничтожил ее. Почему? А все потому, что у человека было два экземпляра этой книги, и один он уничтожил, чтобы повысить стоимость второго. Вопрос номер двенадцать. Задача о трех мудрецах. Три неких мудреца вступили в спор, кто из них более мудр. Спор помог решить случайный прохожий, предложивший им испытания на сообразительность. Вы видите у меня, сказал он, пять колпаков, три черных и два белых, закройте глаза. С этими словами он надел каждому по черному колпаку, а два белых спрятал в мешок. Можете открыть глаза, сказал прохожий. Кто угадает, какого цвета колпак украшает его голову, тот вправе считать себя самым мудрым. Долго сидели мудрецы, глядя друг на друга. Наконец один воскликнул. На мне черный. Ваша задача определить, как он догадался. Мудрец рассуждал так. Я вижу перед собой два колпака. Предположим, что на мне белый. Тогда второй мудрец, видя перед собой черный и белый колпаки, должен рассуждать так. Если бы на мне был тоже белый колпак, то третий сразу бы догадался и заявил, что у него черный. Но он молчит. Значит, на мне не белый, а черный. А так как второй не говорит этого, значит, на мне тоже черный. Вопрос номер 13. До того, как Эверест был исследован, какая гора была самой высокой во всем мире? Правильный ответ – Эверест. Просто он не был еще исследован. Вопрос номер 14. Джим был одним из самых никудышных матросов на корабле. Он был груб, ленив, ненадежен, плохо срабатывался с людьми и вечно вызывал неприятности. Тем не менее, капитан однажды сказал о нем. Я хотел бы, чтобы таких, как Джим, у меня был десяток. Ответьте, почему? Капитан был бы рад иметь всего десяток таких матросов, как Джим, потому что у него их было 50. Он считал никудышной почти всю команду, но не мог сменить ее до конца рейса. Последний, пятнадцатый вопрос. Чем она белее, тем она и грязнее. Что это? Правильный ответ – Школьная доска, которая пачкается от белого мела. Надеюсь, у вас все получилось. Развивайте свою логику, и тогда вас никто и никогда не сможет запутать и обмануть. Субтитры создавал DimaTorzok